ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас пока что начинается пистолетка, и можно обратить внимание, что очень мало гранат. Есть всего лишь смок и две флешки на 10 игроков. Редко такое увидишь, и у нас тем временем размен в подвале. Маскет сделал килл, и его разменяли. Заход на А, здесь никого нет, ОДЖИ будет играть в ретейк. А как ретейкать будем без смока, без китов? С дикоем! Под замаскированный под флешку, разве что, можно попытаться выйти. Да, выглядит далеко не лучшей идеей. FaceFnatic и G2 Cloud9, извините, перепутал. Оба матча жду, поэтому они у меня смешались в единую кашу. Тут пока соглашусь с тобой. Ретейк из категории, как его вообще разыграть? Идти под прекрасный огонь придется. Тут Глоки на коллз рейнже, вроде должны принимать. Но стрельбу никто не отменял, и стрельба-то на уровне ОДЖИ. Флэймс 2 хэдшот, у него фраг еще минус, и остается только Экзус. Экзус, братан, ну, бог в помощь. Что тут еще добавить? Отстрелялся от первого, знает про то, что бомба дефтится всего это время. А что там? Есть килл! Декстер, алло! Алло, Декстер, все, патроны все закончились на успех. Это раунд для Иллюминара 1-0. Ой-ой-ой, а как это произошло? Ну, видимо, да, не смог прикрыть именно из-за патронов. Долго убивали Экзуса, так и не получилось это сделать. И Декстер вот теперь понимает, что, эх, пистолетка была в их кармане. Хотя, вот сейчас еще раз показываю этот момент. Ну, концовку уже показывают. Экзус, молодец, там Флэймс даже он пытался садиться, вставать, чтобы его не так легко было забрать. А у Экзуса было всего два патрона, насколько я помню. И он справился. Отличный клатч в его исполнении. Интересно, интересно начинается сейчас эта игра. Но почему бы и нет. В принципе, такая близкая пистолетка. Мы видели и неплохую стрельбу у некоторых игроков OG, и при этом готовность бороться... Пауза после первого раунда. Это К-23 залетели у нас сейчас? Что за тайм-аут внезапный? И пауза от... Стесняюсь спросить OG. Может быть, кстати. Вообще, меня, да, удивило их решение в прошлом раунде. Не часто ты играешь пистолетки без гранат, без китов в, ну, по сути, полную отдачу Аплэнта на оверпассе. У них как-то даже получилось это разрулить. Флэймс там, видимо, жесткие хедшоты повесил. Нам не их показывали. Но этого все равно не хватило. Ну и вот Форс, ответный от OG. Интересно, что это только что было. Но да ладно. Возвращаемся в игру. У него фраг на скауте. У него вчера, насколько я помню, не очень хорошо шло. Но с другой стороны, придется сейчас воевать против Калашей и Галиевов. Туао на ближней дистанции. Распечатают первого. Это, кстати, Флэймс на фармилке был. 13 хп Туао, но его задача здесь выполнена. Эксус отхватил хедшот через деревяшку. Оставилось у него 8 хп. Но все равно килл он сделал. Два красных у Элиминара, но численное преимущество. 5 в 3. В принципе, конечно, это можно разруливать в диффенсе. Если подставятся где-то игроки атаки. Они собираются, скорее всего, заходить пятером на Б, судя по их позиции на радаре. Но здесь и OG это читают. Втроем Б стакают. Неофраг пытается распикивать скаутом. Еще одного красным оставляет. Еще видит. Это дабл был. Да, попадание. Там красные практически все. И подопули. Нексы летят. Пытается улизнуть. Но Нексы не отпускают. Декстер выходит. Перестреливает одного. Многовато оппонентов. Как близко оказалось, да? Да, да. Соглашусь. Выглядела как что-то реальное для OG. Сейчас такой вот именно сквозь одного убил второго. Но Ридз был слишком здоровый, чтобы прям обоих положить. Хорошая попытка OG. Но все-таки раунд отдали. И сейчас надо мириться. Скорее всего, 3-0. Правда, у них есть хаешечки. Посмотрим, как они постараются их реализовать. Идут они под бэмп. Может быть, подловят какие-то там девайсики и подамажат экономику соперника. Если все сложится хорошо, то даже засевят себе что-то на следующий раунд. 4 хае. Меня прям в ностальгию какую-то вернуло. Когда была мода у защиты на Инферно. Например, подрывать Яму. Эх, в золотые времена. Сейчас вот на Оверпасе, да, чаще работают с гранатками подобным образом. Ну и тут шансы на успех. Честно говоря, невелики. 4 хае – это все укрепление, которое на старте уже, ну, показало. Ждать бы смысла нет, по крайней мере, ранним таймингом. Смотря что считать успех, знаешь. Потому что раунд взять, конечно, будет очень сложно. Но если рассматривать вариант сделать там 2 кила, например, за сейвить девайс, мне кажется, это вполне реалистично. С хаешками это можно считать будет успехом. Правда, иллюминар разыгрывают. Смотри, как интересно. Они идут. Один игрок начекал А, остальные будут уходить на Б. Ну а на Б теперь уже этих хаешек и нет. Укрепление А. При этом вроде бы есть визуальные контакты, чтобы думать, что, может, до последнего играют в этом направлении фейку. Кстати говоря, с хае. Это одна гранатка, надо хотя бы 2. А Некса еще рядом. Что, выбьют по бомбе? Сейчас. У нас и на А, и на Б начинается заход. Оп, минус маскет. Эксус заходит на Б. Есть еще, ну только одна хаешка у Некса, правда, осталась. И он не взорвет явно никого, но надамажит Эксус. Ну, надамажил Моралза больше. Некса с другой стороны Эксуса просто расстрелял. Так это опять в 3 уже. Вообще, да, и сейчас еще Туау, если не отпустит, вообще грязь начнется. Ладно, Туау отстрелялся, но до сих пор большинство у защиты. Флеймс дает фраг. Как это происходит? Что мы видим вообще? Моралз перестреливает Некса, Туау исправляется тоже. Забирает Флеймса, минус на него фраг. И фико остается последний. Есть скилл от него, но там Моралз 30 хп. Лоу хиповый Моралз. Фику нужно поторопиться. Диффузор там банально не будет. Раунд не выиграет, но может все ганы выбить. Тоже результат неплохой звучит, наверное, Дим, согласен? Конечно, это отличное эко в исполнении ОДЖИ. Сейчас фико, правда, умрел, скорее всего, да, взорвался. Моралз выжил. Но очень-очень замечательный раунд от ОДЖИ. 4 килла. Как-то даже непонятно, как-то вообще все произошло. Где-то не пошла стрельба у игроков. Иллюминар в зиге там проиграли перестрелку в формилке без армора. Ух, ну ладно, выдохнули, раунд взяли. Вроде бы и с точкой не угадали, куда. Нужно было укрепиться ОДЖИ. Возвращались. Набрасывали гранаты на ротации. Какие-то дуэли делали. Не самые очевидные. И все равно результат хороший. Пришлось потратить тонну денег. Иллюминар. И все это банально закупленные хаешки. Получили себе ОДЖИ. Смачок не лучший от Эксуса. Залетел в шорт. Вряд ли он так хотел кинуть. Скорее всего, хотел потушить молик. Не получилось. Ну и тем временем собирают ОДЖИ информацию по зиге. А вы можете воспользоваться такими коэффициентами. ОДЖИБет 1.31 на ОДЖИ. 3.43 на Иллюминар. Переходите по баннеру под стримом и забирайте свой бонус. Все, еще супер фаворит ОДЖИ. Не страшно, проиграли пистолетную серию. Но тут столько было нюансов даже за эти три раунда, что понятно, наверное, мнение букмекеров ОДЖИБет на подобный коэффициент. Сейчас с ганами. Правда, ну так, гранат маловато остается. На минуте выход обратно в коннектор. Дым защиты на банан. Неофрак, ну что, нашивать тут попробует как-то? Не, ну он, наверное, просто перед смачком побудет. А вот сам может и отлететь, если в него попадут. Но пока что нет. Занимает позицию в туалетах. Пойдет дальше. Флешки нет, правда, у тиммейта. Он так будет на контакте распикивать. 40 секунд. И почти словил соперника, но Морлз прикрыл. И теперь заход на А. Там будет встречать Некса с Декстером. Такой широкий стрейк получился. Декстер, может быть, сейчас покажет нам чудеса исполнения на снайперской винтовке. Увидел до блайнда. Дал минус. Декстер. Выход на репик. Некса увидел только что. Маскину не забрал. Морлзу точнее. Все. Даже проще, чем против экономического сейчас. Иллюминар выиграет такой раунд будет. Сейчас еще какая-то попытка ретейка могла бы быть. Но нет. Фикус Флеймсом все-таки уходит на сейв. Правильно. Делают наверняка. А вот у OG, конечно, возникли проблемы. Здесь, после смерти Неофрага под туалетами, было ощущение, будто Некса с Декстером позиции не совсем комфортные были. У Декстера с авиаком понятно. Он стоит за машиной, сделал фраг. Дальше уже надо играть Нексе, но он стоял за плентом. Как-то так не уверенно это все выглядело. Будто после смерти Неофрага не смогли подстроиться. Хотя там был еще даже смог какой-то у Диффенса. Кажется, они выкатили на выход. Где-то на клумбу. Но как-то не воспользовались этим. Ну вот, я говорил о том, что по идее в Диффенсе, на Оверпассе у OG все должно быть нормально. Здесь против Иллюминар. Но пока что, конечно, старт совсем не хороший. Такое, да. Я ждал побольше перформанса от OG на первых девайсах. Оказывается, так, с проблемками. Начинается ганраунд. Один тайм-аут OG, кстати говоря. То есть, либо Иллюминар прожимали первую паузу после пистолетки, или диск-жокей решил порофлить. У нас немного. Ну, пора включаться. У OG, конечно, надо обсудить, что делать. Хотя макро у них прошлый раунд был хороший, как мне кажется. Но не смогли реализовать свои позиции. И сделать киллы. Если вдруг они проиграют этот матч, то 0-2 на РМР для OG это будет очень неприятно. Конечно, надо будет потом выигрывать три матча подряд для прохода на мейджор. Ну, это вообще, да, жесть будет. Причем, ну, Иллюминар, наверное, вот если мы будем искать сладкого соперника самого по результату его вчера, то можно считать Иллюминар таких. Поляки вчера не выглядели как серьезно очень опасный коллектив. Они на РМР попали практически случайно. И тут такие вот сюрпризики. Ну ладно, тут пуст, тут фраг. Да, теряет при этом Туау поляки. 4 в 5 остаются, проходят дальше на Б-плент. Флеймс будет стараться делать еще киллы для себя. У него все-таки заслевленный Сайленсер. Поляки играют осторожно. Вот они вышли, кинули смачок, дальше не спешат проходить. Только Эксу сам действует. Кстати, он не читается вообще. Мутится по мосту. Его пропустили, замечает соперника. Делает килл. Но сразу же с девятки размен от Фику. Флеймс за столбом. Есть возможность вообще выигрывать раунд от Флеймса, но нет все-таки. Его забирают. Есть у Фику все еще та же возможность. Он пытается мансить и его на этом моменте подловили. Опять вроде бы близко. Шаги от катастрофы оказывается. Команда Иллюминар, но выкручивается. То ли ОДЖИ не дожимает, то ли поляки так жестко собираются в последние моменты. Но они до сих пор не отдали ни единого сопернику. Ну, конечно, очень стремно смотрелось здесь со стороны, когда проходил один игрок по мосту. И у ОДЖИ просто не было третьего игрока, чтобы прикрыть. Так что не получилось взять раунд в диффенсе. Хотя сколько раз они уже были так близки к этому. Ну, пора, пора. Сейчас 0.5 летят ОДЖИ. Есть сейчас все девайсы, все гранаты, ави, киты. Когда, если не сейчас? Возможно, уже и никогда. Сейчас озлобленные после вчерашней игры против рожденных побеждателей. Иллюминар просто в землю в топчет ОДЖИ. При этом быть уверенным в какой-то стабильности этой команды мы никогда не могли. Мне кажется, ни в одном из ростеров, ни с одним из капитанов ОДЖИ не блистали в этом моменте. Они могли удивлять с хорошей стороны. Неожиданно там врываться в плей-офф, показывать близкие матчапы против вообще там топовых команд. А могли отлетать от не пойми кого. Или исполнить любимый номер, фирменный. Лидировать условно там 13-3. И проигрывать такие катки на допах желательно. Были проблемы такие, конечно, у прошлого состава ОДЖИ с ОЛЕКСИ. Поражение на допах там. Часто преследовали команду. Но сейчас другой капитан, другой совершенно плей-стайл. Это совсем другая команда. Ну и стабильностью до сих пор, конечно же, не блещут. И при этом бывают хорошие результаты. Сейчас они летят 0-5 против Иллюминар. Шестой раунд, 40 секунд до конца. Поляки вновь разыгрывают очень такой медленный раунд. В этот раз ОДЖИ, кстати, никуда не лезут. Попадает Декстер по маске, доставляет его красным. И поляки 30 секунд до конца собираются заходить на Б. Там будет Фикус с Флэймзом. Кстати, у них нет больше гранат, только одна флешка. И у них могут быть проблемы. Так, так, так. Посмотрим за приемкой от Флэймза сейчас. Позиция на фраг минимум. А дальше никто и не включится. 13 секунд. Надо как-то дорываться до этой бомбы. 10 остается. А тут все еще игрок в точке. Не, ну так дела не делаются. Вот то и он. Первый для ОДЖИ. Да, так раунда не получится, конечно, брать при заходе на Б. Надо чуть-чуть больше постараться полякам кинуть какие-то, может быть, флешечки. Ну, хотя бы смочок на девятку. Но в итоге ОДЖИ справились и без смоков, и без моликов на Б. Хороший первый килл от Флэймза. И дальше уже спокойно тиммейты доиграли. Если такие будут у нас заходы на Б, то, в принципе, ОДЖИ наверняка выиграет первую половину. Но я думаю, это был неудачный раунд для поляков. Дальше покажут нам что-то поинтереснее. Кстати, вторая пауза от них. Получается, после пистолетки нажимали иллюминар паузу. Ого. Представляете себе рубку иллюминар против К-23. Первый раунд тайм-аут иллюминар. Второй К-23 отвечают паузой. Итак, мы по-быстренькому с тактическими тайм-аутами разделаемся за первые раундов 10, наверное. И дальше будем смотреть КС без остановки. Ну, может быть, иллюминар сейчас обыграет ОДЖИ, и мы посмотрим на этот матч дальше. Потому что К-23, если вы пропустили, это был предыдущий матч, где они обыграли Хит. И теперь у них счет 1-1 в Швейцарке. Кто-то, кто победит в этом матче, тоже будет счетом 1-1. Так и есть. Так и есть. Мы по-прежнему наблюдали за командами и в лучшем, и в худшем свете. Пока что у нас есть очевидные фавориты, которые должны показывать себя на невероятном уровне. И все они в корзине 1-0 играют. Ну, а в 0-1 те, кто ожидаемо достаточно испытал трудности в первом раунде. Но это не значит, что в Рио никто из этих команд не поедет. Шансы есть. Опять же, все в Швейцарке, кто выходят из нее, попадают на мейджор. Просто кто-то в челленджер-стадию. Корзина 3-0 и часть корзины 3-1. Два слота на группу А, один слот на группу Б. Как это работает, я сам не понял. Но попадают в основную стадию. Мейджор в Рио. А у нас Флеймс пока что попал по голове соперника. Забрал Эксуса и Неофраг. Замечательно. Три минуса. Как же легко, как четко, как уверенно в его исполнении. Скорее всего, второй раунд для ОДжи. Может быть, где-то флешечек не хватило на длине. Может, еще чего-то. Но, наверное, в первую очередь стоит подмечать крутую индивидуальную игру от Неофрага. Минус 27 хп. Каким-то вот таким вот образом занимали длину сейчас поляки. Для Моралза тут, ну, не сгореть бы от тильта, так сказать, произошедшего второй для ОДжи. Тем временем, с другой стороны, мы вот, как люди, которые только-только из ЕС Эльпро Лиги были, если ничего себе в антапчик, продуктивнее, чем все эти пули, выпущенные его тиммейтами в раунде оказался. Мы как-то привыкли, наверное, к оверпассам, где у атаки проблемы. По раундам по их взятию неоднократно были. И 5 после EPL выглядит, как будто уже неплохой результат. Да, где-то чуть повезло. Может быть, Luminar где-то не доиграли немного ОДжи. Но уже, я думаю, опять более-менее неплохо. Сейвит. Еще и Ави, кстати, Моралз на следующий раунд. Но там не будет бая, насколько я понимаю. Будут играть вот одной снайперской винтовки. Каких-то арморчиков, может быть, и пистолетов. Тут-то какой момент? В Best of One, везение, какая-то шальная пистолетка. Вот это все играет нереальную роль. Поэтому можем, конечно, все списывать на везение. А можем зайти на ковер Джи Джи, провести очень продуктивное время, проанализировать всю возможную статистику. И прийти к выводу, что это не рандом, это вполне себе предполагаемый результат. Друзья, ковер Джи Джи вам в помощь. Статистика по любимым командам и игрокам. Ждет вас там. А мы пока, ну что, за маскетом с авиком. Можем посмотреть, например, он в упор контролит воду. Тут без инициативы, так что пока от снайпера иллюминар мы, видимо, серьезного экшена не увидим. Постарается, наверное, вскрывать беплент. Надо ему что-то придумывать с авиком. Хотя может пойти и разменивающим за своими тиммейтами. Есть только одна флешка. Правда, у Морелза явно не продумывали особо далеко наперед, как доигрывать этот раунд. Без смоков зайти куда-либо будет очень сложно. Но может маскет вытворит чудо. Сейчас на Б зиги идет отпикивать. На него пока никто не подставляет. Сидят пассивно OG. Если Флэймс не решит почекать шорт, то маскет, наверное, тут останется без киллов. Так, так, так. Товарищ маскет на вскрытии. Ну смотри, Фику опасно играет. Вопрос, что маскету нужно, конечно, контролить другие точки в первую очередь, наверное. Тиммейты вообще на ушли. Прикольно. Ладно, одно дело, когда в защите. Четыре пистолета стакают одну точку, а девайс на второй стоит. Здесь что-то похожее в атаке. Смотри, что увидел, увидел того соперника. Ножку там увидел, скорее всего, или нет. Видно же было. Нет, не видел такие. Ай-яй-яй. Нео фраг делает. Пару фрагов. Нексы тоже. Декс, рестается маскет. Мегалуркер с авиком. Начинается уход официальный от LG. Девять секунд. Маскет спасается бегством со своим авиком. Защита, конечно, выступает на перерез. Хотят выбить авик. Ой-ой-ой. Промашечка. Но маскет, наверное, от Мансит немного. Все же, да, удастся сохранить АВП. Минус не фраг. Ну так, интересненько все только что получилось. Конечно, необычный раунд, мягко говоря, мы увидели от атаки. Ну да, я думал, авик будет палиться, пытаться находить килл, зумиться. На него начнут байтиться. И, может быть, пистолеты тогда бы бегут на АЗ. Получилось что-то совсем иначе. Но самое главное, что засейвил снайперскую винтовку на следующий раунд. Потому что, если бы ее потерял, было бы совсем-то странно уже. Ну а так, 5-3. Полноценный бай от Illuminar. И они играют, судя по всему, дефолтную расстановочку под АВ троем. Мы уже помним, как они так пытались троем занимать длину. Было неудачно. Но в этот раз они идут в миддл. Их там будет встречать Декстер с авиком. Декстер! Ну да. Один из легчайших фрагов в его карьере, наверное. Вообще, как семечки на базаре. Пощелкал только что одного. Туау, остальные сразу не захотели идти подобным образом. Шифтом открываться на снайпера. Идея не фонтан, мягко говоря. Все, и Декстер теперь далеко от всего экшена. Он больше за длину, кстати говоря, отвечает. То есть потенциально к нему, может быть, еще и наведуется Illuminar. Играли агрессивно OG под B. Собрали там инфу, никого не заметили. Теперь отходят пассивнее. И неофраг прибегает третий на апплент. Как раз нам сейчас это показывают. И вопросик, как OG будут принимать в пассивном сетапе. Заход поляков через длину. Ну вот так вот мне офраг решил принять. Открыться там, видимо, под флешку. Я не знаю. Но маски ты его спокойно забрал. Декстер, правда, сделал еще один фраг. И ездит дальше по Дексусу, подставляется. Вот и проблема OG. Поймали на агрессии Декстера. Здесь погорячился парень. Придется Некса расклебывать. Он все еще горит. Некса, друг, 30 хп. И понимание про него есть. Что-то как-то не доиграли этот момент. Хотя раунд еще не отдали сопернику. Фиг узнает про второго. Перестреливали его. Эксус один в два. Он четко понимает, где один мансит. Видит его. Забирает. Флэмс практически на той же позиции. И Эксус его только что увидел. Ну так на хэдшот уже выходил. НТ, конечно. Но немного выше полетела пуля. Очень близко было. Я уже прям видел этот хэдшот. Но нет, это лишь в моих фантазиях. На сервере этого не произошло. Но OG, конечно, мне немножко страшно. За их дефенс здесь пассивно. В очередной раз у них возникают большие проблемы. И благо просто доиграли уж тут во многом благодаря Фику, который сделал важнейший килл. Два килла сделал. И потом Флэмс доиграл свой клатч. Но дальше, если так же будут пассивно отыгрывать OG на Апленте, могут их закрывать команды, которые чуть посильнее, чем Иллюминар. Или даже поляки здесь. Потому что на А они-то заходят. Так-так-так. Зайти полбеды. Доиграть бы еще такой раунд, конечно. Было бы вообще здорово. Тут еще и денег. OG, кстати, тоже не очень много. Постоянно много людей умирает. Ну вот сейчас самый такой реальный раунд, чтобы исправить эту ситуацию. Мы наблюдаем, что только теки и парочка арморов, которые есть на руках у Иллюминар. И все они решают просто разыграть какой-нибудь фастовый раунд по длину, возможно. Судя по всему, да. Будет их там встречать неофраг. Возможно. Или убежит. Сейчас мы узнаем. Активно что-то колит тиммейтом, слышит своих соперников. Есть первый килл. Два третьего тоже забирает. Неофраг. Очередной трипл килл от него. Хорошо себя чувствует, знаю. С Дигла доедает его Маскет. Хотя три килла достаточно, наверное, в таком эпизоде было. Двау в попытке поймать тайминг. Выходит просто сквозь смок без каких-либо аутов на успех. Остается Маскет. Ну вот тебе раунд, в котором потенциально практически ничего не потеряют. Если от Маскета без армора не отъедут. Он даже понимает, что у него нет армора, просто Дигла берет в руки. Нужен хэдшот, а хэдшота не было. Да, хорошо все для ОДЖИ. Одного лишь потеряли. Вполне приемлемо. На таком раунде потихоньку закрепляются по экономике. И могут себе в случае чего позволить какой-то раунд и проиграть. Вот нам повторчик. Хайлайт. Вот у меня фрага. Там первый даже вылетел далеко, отвел прицел. Но тиммейты просто не смогли забрать у него фрага. Да, не лучшим образом. Поляки там сыграли. И ОДЖИ, конечно, могут по экономике себе позволить раунд проиграть. Но вот по счету не хотелось бы. Потому что 5-5 счет. 5-5 действительно счет близкий. И несмотря на не лучший старт от команды ОДЖИ, они уже сейчас имеют все шансы перехватить инициативу и выйти вперед. Напомним, что они являлись суперфаворитом, по мнению букмекеров. И на нашей трансляции, наверное, самый разгромный кэф именно в этой встрече был. Ждали, ждали. Джи-джи-бет. В принципе, комьюнити ждало, что... Иллюминар тут могут очень так себе сыграть, если честно. Но пока что все неплохо. По крайней мере, в начале карты оверпасс. Ну, пожалуй, да. Пожалуй, если уже взяли 5 раундов, честно, ну, типа... Мы вчера уже посмотрели подобные игры. Тут меня только смущает то, что это вот 5 к ряду. Первые взяли, красавцы. Все, выдыхаем, ребят. Задача минимум выполнена, на максимум мы не работаем сегодня. Ну, вот и посмотрим, насколько готовы Иллюминар еще нам что-то показывать. Пока что мы видим очень медленные раундовых исполнений. Вновь 45 секунд до конца. Они еще далеко никуда не прошли. Будут нам показывать сейчас заход на Б. Фику будет их принимать. И вот ответный смачок. А что делать будем? Остается не так и много времени на выход. А его как-то нужно раскрутить. Что там? Еще и смачок, я вижу, у защиты просто. И коктейли есть, чтобы наверняка их хае. Дорога закрыта. Иллюминар, как дела? Что делать будем? Стреляться, погибать от Фику, бустить ему статистику. Понятно, хорошее решение. 16 секунд времени. Фику все еще живет перед монстром. Делает килл. 10 секунд остается. Это провальный раунд от поляков. Боба выпала у монстра. Морал забрал, конечно, Нексу. Но мало на что это повлияет. По факту, да. Такой раунд. Лучше бы мы его и не видели. Для Иллюминар ни о чем хорошем он не сигнализирует. Не дошли до точки. Выход так и не начался. ОДЖИ очень жестко сэкономили свои гранаты. И стопали до победного соперника. Нормально. 6-5. Вот теперь посмотрим. 6 к ряду взяли ОДЖИ уже. Ну, кстати, это подстройка, видимо, от ОДЖИ. У них до этого был раунд, если помнишь, когда на Б они встречали без гранат. У них это получилось, но смотрелось со стороны это немного тревожно для меня. Сейчас же они до последнего сэвили свои смоки. И вот какие большие проблемы это из-за этого возникли у поляков. Но у него фрага теперь как не пошло по стрельбе. Маскет его забрал. Почти все пули на планете потратил у него фраг. И все равно не удалось перестелять маски. Да дальше размены. И счет. Поляков работает. Флэмс за Нексус. Дают по минусу. Что за мясорубка? А вот 25 секунд прошло. Один Нексус остается в живых у Иллюминар. И два игрока живых у ОДЖИ. Ну, как живых? Флэмс 2 хп. Хотя ему и этого достаточно. 7-5. Мем на раунд, конечно. Ничего не скажешь. Ощущение, будто поляки решили поменять темп. И это настолько радикально произошло. До этого сидим минуту, ничего не делаем. Потом только заходим. А сейчас просто на плюс век каждый бежит куда-то. И надеемся, что что-то получится. Ну, кстати, получалось неплохо. Остался один против двоих. Там красный на В. Чуть-чуть хаечка лучше сложилась бы. Был бы клатч один в один в атаке. Неплохо работает, мне кажется. Отличная тактика. Замечательная. Да, можно попробовать дальше биться головой об стену. И надеяться, что она треснет рано или поздно. И вот. Иллюминар. Полетели. Через фонтан. Снова к квартетам перемещаются. Одного крайним всегда туал оставляют. Неуфраг все услышал. Но здесь погибать он права не имеет. Быстро. Работает очень эффективно. На него даже не оборачивались. Они все еще бегут. У них цель добежать. Да. Капитан сказал, мое дело выполнять. А что там в подвале происходит, не важно. Такой получается раунд. Похуже предыдущего, откровенно. 8-5. Половина выигрывается OG. Что-то вот начало 5-0. Это время, которое было нужно OG на то, чтобы раздуплиться походу на карте. С тех пор мы, Luminor, в близких ситуациях видим хорошо. Но как победители в раундах, с этим беда. 5 минусов 2, 5 риц. Такое дело, конечно. Тяжело. Есть еще две попытки у Luminor в первой половине. Если выиграют эти два раунда, будет все очень здорово. 8-7 счет. Но пока, конечно, не похоже на то, что к этому мы приближаемся. Ну и интересно посмотреть за изменениями поляков. Они все-таки показали нам более быструю игру в предыдущих раундах. Сейчас Неофраг пошел играть агрессивно. Размен один в один. Флеймс вновь пришел для себя килл. Отлично пока что идет у него игра на оверпасе. Они продолжают стенка на стенку махаться под B, под A. Ну а по преимуществу видно, что пока все равно от этого выгоднее чувствует себя OG. Luminor просто стараются поменять темп и действовать быстрее, чтобы против них не сейвили так гранатой, как в том раунде на B. По крайней мере, я так это объясняю. Но быстрым темпом у них получается похуже. Там такая команда просто. Некса, Декстер, Флеймс. Этих товарищей, мне кажется, фастовыми раундами не удивить, если честно. Они к подобному готовы и сами любят иногда сагрессивничать. Как Некса, например, сейчас проверяет длину, собирает всю инфу. И он на этом фоне отправляет, видимо, тиммейта Декстера под B третьим. А Иллюмината пользуются свободным пространством и просто втроем проходят по банану. Им нужно без гранат было бы выходить, чтобы инфа сейчас не поступила в финалке выхода под A. Некса постепенно отворачивается. Да, его длина немного напрягает, но позиция выглядит очень непредсказуемо. Нексе пожить бы, он решает стреляться, но это Некса. Что с него взять? Кстати, тройка тиммейтов, кстати, только-только начинает перетягиваться под этот ретейк. Я честно думал, может быть, как-то Некса пожить захотел бы. Ладно. Он боялся длину, он не знал, конечно. Он был сам, сделал хотя бы один килл и стел красным. Мне кажется, хорошо в этой ситуации. Теперь Туао падает, не лучшая позиция была для него. Но Ридз, его ждет Декстер. Отлично, отлично, ретейк от Олджи, хорошо доиграли. Да, мне кажется, стоит Нексу как раз похвалить за такой розыгрыш. Он один на Ау, умудрился столько инфы собрать, килл. В общем, все неплохо. Девятый раунд для Олджи. Девять-пять. Девять подряд, что важнее, наверное, здесь уже можно отдельно отмечать. То есть, ладно, полбеды, когда такой счет. И если там, как мы иногда с большим любопытством заглядываем на параллельный матч, чекаем счет, так сделают наши коллеги, но не откроют, по сути, то, как шла игра. Они такие, ясно, понятно. Я открыл параллельный игры счет, извините. Я думал, из коэффициента GGBET 8.33 на Illuminar, 1.07 на Олджи. Можете словить на поляках, если верите в них в диффенсе. Так, а что там в параллельной? Нормально все, 15-3. Польза Монте. Я такого не ждал, честно говоря. Да ладно. Так, а здесь... О, понятно. Не успеем мы насладиться этим раундом, судя по всему. Они вошли во вкус агрессивной игры. И вот к чему это нас с вами приводит. Да, быстро не получается играть у Illuminar. 9 хп, 5 хп у Маскета последним его забирают. Десятый раунд Олджи. 10 подряд первой половине могут быть довольны, ребята, своей игрой после первых пяти раундов. Ну, в то время как полякам, конечно, есть о чем подумать. После этой карты оверпасса разобрать свою атаку. Здесь и, может быть, что-то исправить. Но мы вам пока напомним, что, конечно же, продолжается пока что полномасштабное вторжение России в Украину. А Майнкаст совместно с Донателло собирает средства на помощь ВСУ и мирным жителям, пострадавшим в результате войны. Можете переходить по ссылке по трансляции, помогать. Мы вам всем очень благодарны за то, что вы этим занимаетесь. Действительно, друзья, спасибо каждому, кто не забывает поддерживать ВСУ, которые нам позволяют спать крепче по ночам и работать обычную свою работу, как будто мы живем в обычное мирное время. Увы, оно таковым не является. Не забывайте поддерживать ВСУ. И обязательно мы покончим с этой ужасной войной и вернемся в привычное для нас всех русло. Дожидаемся второй половины. 10-5. Как бы счет получается весьма экстравагантный для OG. 10 к ряду приятно. Но возьмут ли они 11 подряд, вот это уже после перерыва. Узнаем, на который уходим прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Увидел только что большое скопление игроков атаки. Переместился обратно на DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Проблемочки. Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо, может быть поторопился DimaTorzok Но тем самым он по идее должен был вообще отвести любое подозрение о игроке с беретами, который в коннекторе прятался. Просто не пошло постребет на всех хулиминар, в то время как у OG пошло. Но хотя, кстати, и насчет MVP перформанса, может еще не офраг с ним постревнуется, у которого в диффенсе несколько хайлайтиков мы увидели. Вспомнил почему-то первую очередь раунд, когда он заспреял, но все, обойму и не убил авик. Но да, были хорошие моменты, это сори, это я просто как червивый комментатор только плохое запоминаю. На B зашли, OG без сопротивления. Здесь только врыв начинается с толпы, от маски до флеймса, но забирает, кикер тоже справляется. И потеряли одного лишь флеймса, остается риц против четверых. Один килл, ну тоже ничего, по всей спаме, хотелось бы чуть больше, наверное. Хотелось бы, да, но нам больше не получится, судя по всему, господин Рец. Ну, с другой стороны, смотри, второй раунд с юспами принес даже больше минусов, чем первый раунд с юспами, получается. Там даже больше потратили. Они растут над собой, иллюминар, все нормально. Прогресс налицо. Получается так. Не уверен, что хватит дистанции на карте оверпасс, чтобы с этим прогрессом начать в итоге соперничать с OG. Потому что нужно, скажем, если сейчас сделаю два килла в этом раунде, тоже будет прогресс. Два, три, четыре. А, беда, беда. Ребята, так, надо ускорить темпы прогрессирования срочно для такого камыча. Иначе действительно беда. Хорошо, ладно. Что это сейчас за механики CSGO такие замечательные? Десять, Source 1 из десяти. Мы только что с вами понаблюдали. Не страшно, никому это на самом деле раунд не заруинило. У нас намечается быстрый заход на B, судя по всему. Смотри, пять игроков здесь врываются быстро с шарта. Флеймс первый. Но Рец, видимо, не слепой. Сделал килл. Эксу забирает в нее фрага. Сыпется заход. Молодцы, поляки. Все, тельтанули из-за того, что Молик не потушили. И вот Джинни понимает, как такую раунду играть. Поблизости и Фику, и Декстер. Что-то Морлз так гуляет, конечно. В этом раунде вряд ли повлияет на судьбу, как-то на исход. Но на будущее я пометочку Морлзу сделал, конечно, за это. Ага, минус он. Там 55 секунд. Можно немного поиграть в кошки-мышки по карте, в принципе. Декстер вообще фуловый. Да, если сейчас выйдет, сделает килл. Вообще перевернется вся ситуация. Уже даже сейчас иллюминар неудобно. Так, смачок прилетает на 9 Декстер. Ожидает ли Реца здесь? Рец, нет, не видел. Вот сейчас только заметил, но все, уже Рец сделал килл. Остается в последней Фику. И все-таки выруливают, скорее всего, поляки. Если какой-то сумасшедший клатч сейчас 1 в 3, 25 секунд до конца не покажет нам Фику. Первый килл есть. Второй килл есть. И про АБЦ знает 20 секунд времени. Нужно принимать решение. Фику бежит коннектор. Это Экзус услышал. И это даже не фейк. Это не учебная тревога. Он бежит нау. Фику квадро. Но только Эйс его выручит. Времени фейковать нет. Нужно ставить бомбу до победного. Экзус поднимает. Нет. Выходит, стреляет. Уберет этот раунд. Фику клач Эйс против поляков. Завози. Вот это только что разыграл. Услышал, что топает. Ты просто уничтожил. Ой, как же обидно сейчас. Иллюминар что не залили. И какой красавчик. Фику. Морел здесь долго был в подвале. Все-таки подставился под Фику. И потом вот эти киллы забрал Туао. Так, все. Флейм с неофраг. Отдыхайте, ребята. MVP у нас меняется. За один раунд буквально. Фику только что приговорил поляков. Клач Эйс. Только на РМР такое возможно. И на мажоре возможно. Конечно. Конечно, нельзя было ему это отдавать. Три в один. Конечно. Ну, это шок. Потому что поляки позволили этому существиться. Но стоит подмечать и Фику за его перформанс. Как он клево использовал шансы, которые ему дали. У Эксуса появился шансик. Он тоже его использовал. Пулечка. Кила под Эксус. Коин, да. Качественный хэдшотик дал только что Эксус. Выбить один ган всегда приятно. Не знаю, там есть ли опцию атаки его вообще откинуть. Вроде бы должны. Такие варианты присутствовать. Он пока 4-4. На бумаге вообще неплохо. Особенно если у Морелса полетит. Он походу заметил. На Эксу пытается взять комфортный угол. Но на Эксу перестреливает. Застрелял немного. Теперь с Маскитом постреляется. На Эксу все аркады контролит капитан ОУДЖИ. Всех проверит. Туау накидывает флешку Ритсу. Но у него фраг четко это контролил. 19-й фраг для него. И остается последний Дигл. Уллюминар. На него бегут ОУДЖИ. Понимает, что справятся без проблем. Так и есть. 14-й раунд. ОУДЖИ не... Кстати, 14 раундов подряд до сих пор, да, происходит? Да, да, действительно, стрельки с 14 раундов. ОУДЖИ мы с вами наблюдаем. Сейчас 16 подряд, может быть. Да, это как 16-0, только со счета 0-5. Тогда будет. Даже 14 к ряду. Это уже, ну, это разгром. Я, честно, не знаю. На месте Иллюминар вот... Я бы раму не собрал. Не знаю. Вот после того раунда от ФИКу. Честно скажу. Я не про игрок. Именно поэтому. Во многом, наверное. Но мне очень тяжело представить, как морально вернуться после такого раунда, когда против фасчел 1 в 3 делает эйс. Ну, надо стараться, конечно. Все-таки Иллюминар команда, которая отобралась сюда, хоть и не сразу, и заменила Benchit Heroes, но показали все-таки какую-то перформансу. Они были следующие по очереди, чтобы участвовать на этом РМР. И, как бы, командочка профессиональная, которая должна уметь собираться. Посмотрим, получится у них это или нет. Сейчас они играют пассивно на Б, больше с упором на Аплент. OG в то время как раз собираются заходить на Б. Неофраг здесь будет либо луркером пассивным, либо отвлекать на себя внимание. А вот бомба выходит на Б. Все, пошел движ уже. Увидел флейм соперника на АБЦ. 20 киллов у него. И Неофраг начинает делать свою грязную работу. Экзус 8 хп, минус Неофраг. Так что за спину можно не переживать. А вот за Б-блент переживать придется. Устанавливается бомба. У OG есть лишь одна флешка. У Флеймса он в упоре не будет ее, скорее всего, особо тратить. А вот на ретейк есть смок, молик, флешка тоже. В принципе, такое брать можно. Но надо как-то пройти в воду. Коктейль прямо на Флеймса. Он в нем горит все это время. Флеймс сгорает. Но фигу работает дальше вместе с Неэксой. Минус и маски туда же. 15 к ряду. 15-5. 10 матч-поинтов. Не угадали немного с расстановкой иллюминар. И хорошо их очень переиграли. OG, красивый раунд. Когда у них много пространства было и под монстрами, и под туалетами. Занял игрок удобную позицию. Фейк Б, сразу же Неофраг нашел килл пода. И здорово. Здорово взяли раунд OG. Смотрится очень уверенно. Конечно, сложно оценивать их перформанс на фоне таких иллюминар. Интересно будет посмотреть на них против командочек посильнее. Ну и сейчас оказаться в пуле 1-1. После вчерашнего поражения от Маус. Хорошая новость для фанатов лучше. Против Маус смотрелись не худшим образом. Видно, что там чередовались идеи. Обсуждали ребята. Индивидуально, может быть, не все включились. Но вообще нормально. Мы когда смотрели, обсуждали, что шансы нормальные выйти. И у тех, и у других есть. Ох, я думал, это Неэкса так докрутил. Нет, это Фику подстраховал. Все нормально. Продолжают подстраховывать друг друга. Отходит эта сладкая парочка. 19-31 хаус-поинт. Но они все еще живы. Нео, враг! Увидел ухо. Ну, похоже, все. Это... Ну, мы не можем это считать. 16-0, как бы еще 16-5. Но 16 подряд тоже выглядит очень впечатляюще. Экзос 1 в 3. Теперь клатч квадро. Ну, почему нет? Там... Что, нафиг удунуть надо? Он уже все отъедет. Ну, подумаешь, бомбу поставят парни. Ну, подумаешь, у тебя китов нет. Подумаешь, у тебя позиции нет на точке, чтобы принимать и как-то по одному дуэлиться. Подумаешь, ты в корзине 0-2 окажешься. Ну, главное, это уроки, которые ты выносишь из жизни. И тут сейчас, конечно, OG вынесли урок, что счет 5-0 не приговор против вас. Не думаю, что им нужно было это объяснять раньше. Они только что нам продемонстрировали. Кстати, не лучший перформанс от Декстера на этой карте. Он вообще 8 на 9 отыграл. Но даже без снайпера во многих ситуациях, OG все равно справились. И это говорит о том, что... А если бы еще и Декстер включался, что... Я не знаю, как здесь можно было бы жестче. Ну, вообще не отдали бы там, может, раунд в начале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!